Ну что, сегодня взял на функциональную проверку Glock 19 третьего поколения и SP-01CZ С установленными пружинками от фирмы DPM Которую вы уже видели изначальное видео Видео вступление, скажем так Никаких проблем не было при зарядке, при стрельбе Не было ни проблем выброса, не было ни проблем подачи патрона в патроник Ни на одном из этих пистолетов Но одну вещь могу сказать Функциональность пистолетов изменилась То есть, например, из Чезата я спокойно собирал группы при быстрой стрельбе Со стандартными пружинками Сейчас, судя по всему, затвор возвращается гораздо быстрее, чем... Либо гораздо быстрее, либо гораздо медленнее, чем я привык Я еще не понял, что это за результат Поэтому я буду сравнивать в следующий раз еще раз Сейчас было не сравнение, сейчас была только проверка Буду сравнивать уже в тире с заводской пружиной и стандартной Потому что у меня, реально говоря, в круг легло всего два патрона из 16 По-моему, которые были в магазине Хотя по скорости, как мне показалось, было довольно-таки похоже Но вот, честно говоря, мне сложно пока сказать С таймером я еще не разобрался Поэтому я хочу сказать, что, в принципе, функциональность мною проверена Сегодня из этих двух пистолетов было отстреляно Сейчас посчитаем Четыре коробки Или больше Больше четырех коробок патронов То есть, примерно по 150 100-150 патронов Из каждой из этих пистолетов И ни одной проблемы Патроны, которые я использовал, были Spear 124 Grain И Remington 115 Нормально, и то, и другое По-моему, у меня немножко совсем Remington оставалось Так что Взял то, что было А теперь давайте посмотрим, как это выглядит внутри После стрельбы Я, как обычно, с этим пистолетом Разборка у нас вещь веселая Возведу курок Чтобы было попроще чуть-чуть Интересно Туговатенько вышло Тоже, чем я думал Странно Вот это немножко странно Вам, честно скажу Ну, здесь вообще Этот пистолет у меня Туговатый С точки зрения разборки Почему, не знаю Может быть, кто-нибудь подскажет, почему Вот это пружина И я специально говорю Еще раз Хоть и в начале Вы, наверное, это увидели Что здесь стоит Не Тяжелая пружинка Я вот поменял Пружину Видите, выбор был И я взял Вариант, который Потолще Вот сюда поставил И разбирать его Довольно-таки интересно Потому что требуется Сжать сразу С двух сторон То есть Вот это одна из вещей О которых они говорят В принципе То есть Здесь, в принципе, надо Поднажать С обоих сторон И Я еще на сто процентов Не разобрался Как Как вот идеально Их разбирать Давайте еще раз Посмотрим на инструкцию Один раз у меня это получилось То есть Вот, смотрите Для того, чтобы разобрать То есть Нужен спереди И сзади То есть Сзади мы немножко Подняли Вот она Теперь осталось спереди А как здесь спереди Это сделать Народ А, вот это спереди Понял Вот, честно говоря Вот эта вот вещь Мне Не нравится Вот этот вот подход К разборке Вот я ее вынул Вот эта вот системка С этой пружиной Может быть Имело смысл Попробовать с другой Не знаю Но вот все-таки Разборку Нужно было придумать Им все-таки По-другому Как-то Может быть Вариант Где пружина Становляется И она будет Полностью зажата Непонятно Немножко здесь Ну Вроде все в порядке С пистолетом И с пружинами Так что Этот плюс Я поставлю сюда Скорее всего Обратно Оригинал Чтобы в следующий раз Начать уже С заводской Возвратной пружины В пистолете Да я вообще просто Хранить буду Именно Заводскую Так вот Этот комплект На данный момент Уберу То есть Лично То есть Одно у меня впечатление Для такой системы Нужно С ней Специально тренироваться Я с этим пистолетом Тренировался Как вы понимаете С заводским Комплектом Возвратной пружины И Большая разница То есть Система Явно влияет На пистолет Насколько это хорошо Насколько плохо Пока еще непонятно Как я им сказал Проводил Только функциональную Проверку Функционально Сто процентов Никаких проблем По моему Отдача все таки Стала меньше У меня такое По крайней мере впечатление Но Учитывая что Из этого пистолета Последний раз Стрелял Примерно Месяц назад Может быть И не Может быть И нет Может быть И да Сложно понять Вот сейчас Буду его чистить И думать Что же Там изменилось Ну По крайней мере Сегодняшний Тест Эта система Прошла Как говорится Совершенно Спокойно Без каких-либо Проблем Никаких Повреждений Никаких Затыков Замыков И заклыков И заклыков Я издеваюсь Конечно Ствол в порядке Никаких царапин Нигде Вроде бы Нету На затворе Тоже Ну и вообще Конечно Всего 100 выстрелов Это еще очень мало Безусловно Серьезно говоря Такой тест Нужно делать Наверное Патронов 500 И желательно Разных патронов Вот так вот Это у нас Чезет Соответственно Пусть он полежит Здесь Я его сейчас Просну Перечисткой И да Я знаю Что Может быть Некоторый перебор Но это Мой личный подход Как говорится Слишком чистым Не бывает Так Следующий у нас Мистер Глок Глок 19 Третьего поколения В котором Стоит Тоже пружина Сейчас От фирмы Дипием Лазер у меня Не работал Так что Ничего этого Не было Фонарик Я тоже выключил То есть Реально говоря Системка была Очень и очень Простая А сейчас Еще бы Руки не скользили Было бы вообще Хорошо Сейчас Мы его Разберем И да Я конечно Проверил Что ничего Нет Здесь Вот эта Система Которую Как вы Наверное Видели В предыдущем Видео Тоже Никаких проблем Но разбирается Она гораздо Проще Чем Чезет То есть Никаких Мыканий Не надо У Глока По моему Результат Получился Получше С этой Пружинкой Знать бы Что это За параметр Пружины Для чего Она предназначена Было бы хорошо Но Я пообщался Уже С моим Контактом В Цахале Кстати Михаил Привет И они Сказали Что они Дип Ям Сообщили На эту Тему Как Что Имеет Смысл Улучшить Инструкции Из этого Пистолета Совсем Мало Стреляю Он У меня Один Из вариантов Запасных Как вы понимаете Пистолетов У меня Много Ну Если Вы Мой Канал Смотрите Наверное Это Представляете На данный момент У меня их Порядка 40 Разных Пистолетов Да Я знаю Много Много Ну Часть Ради канала Куплена Часть Коллекция Часть Мне просто Было интересно Что это такое Так что Набирается Это не то Что я Сейчас Прямо Сейчас Взял И купил 40 пистолетов Это же Вот это Называется Даже не знаю Как Я не ругаюсь Это Из раздела А к психиатру Вам не пора Нет Не пора Я еще 100 пистолетов Не купил И на тему Что это Очень много И так далее И так далее Для Америки Это совсем Немного А тут народ Извиняюсь У них 200-300 Стволов Стволов Разных Плюс автоматическая Плюс короткоствольная Плюс всякие Черт побери Пушки Танки И так далее Я говорю У меня знакомых Есть Зенитное оружие Я может быть С ним договорюсь Сделать видео Если удастся Человек Бывшим Был У меня Коллегой На работе Ну так как Нас всех С работы Того То теперь Связи с ним Как понимаете Меньше Он еще и в госпиталь попал Ну там вообще История своя В общем Глок Я конечно Немножко Перебочил Получился Очень мягким Он Очень мягким Получился Народ Вот Это Здесь Я оставлю Потому что В Глоке 19 Это сработало Очень приятно Да Я конечно Не очень хорошо Попадаю с него Но Как говорится Тренироваться надо будет Теперь я считаю Что это имеет смысл Раньше Вы знаете Что я в основном Из Глока 34 стреляю Если из Глока А 19 Думаю Ну Пистолет там Лежит в машине Или где-то там У меня лежит На кухне Под мойкой Это я сейчас Так издеваюсь над собой У меня там Глок не лежит У меня там Не Глок лежит Точнее И Он очень мягкий Получился То есть Реально говоря Вот из Глока Я сегодня сделал Там Быструю серию Из 6 выстрелов В голову Половина мишени Примерно Дистанции 5 метров Из 6 выстрелов На скорости Из пистолетов С которого Практически не стреляю 4 попало в голову Половина мишеньки То есть Вот в такое Вот попало На быстрой скорости Для меня это хорошо Я не профессиональный стрелок Я не какой-нибудь Супер-дупер спортсмен Для меня Это хороший результат Конечно Два я сбросил Один я просто промазал Другой я по-моему Сорвал просто Спускай крючок Потому что вообще Непонятно куда ушел Один у меня ушел вниз Вот его я по-моему Просто Славил Вот у меня был первый Но это вы увидите В видео Которое будет Сразу после этого Так что в результате Функционально Никаких проблем С ним не было А датчик Вот с этой пружинкой Вот Вот этой вот пружинкой И вот этой вот деталькой Деталькой Было очень приятно Вот так вот А теперь давайте Смотрим тер Кстати пока не забыл Единственный из минусов Который мне сегодня встретился Это чизатовские магазины И вот эта вот часть Вот сейчас он засветится Надеюсь Фокус Фокус Даешь фокус Вот эта вот часть Мне порезал палец Очень хорошо До крови То есть у меня там будет Небольшой шармчик То есть надо быть внимательным При заполнении магазина Не знаю почему Раньше у меня такого не было Может быть слишком жестко Работал сегодня большим пальцем Не знаю Но вот это было неприятно А так все нормально К судьбе Как вы понимаете Это не относится Вообще я подумал И решил Что лучше поставить Не длинные Вот эти вот Пружинки Которые По толщине 0,9 мм А те которые Покороче Но они зато и посильнее Чтобы соответственно Может быть Увеличить скорость Работы затвора Так что я убрал То что у меня здесь стояло Решил поставить Более Сильную прожилку И она действительно Более сильная Хоть она и покороче Посмотрим Какая из них Будет работать Получше Я собираюсь Использовать это Со стандартными Пистолетными патронами Ничего особенного Ну вроде работает нормально Дальше уже посмотрим В тире Продолжение следует... Ну вот Быстрая серия Из блока И честно говоря Из шести выстрелов В четыре попали Куда надо И два я просто Смазал Но сработало хорошо Функциональная проверка Из Чизета Все работает нормально Я честно говоря Особенно не целился Так несколько выстрелов Все работает И вот что Самое интересное Здесь Быстрая серия Из Чизет СП-01 И Гораздо быстрее Чем я ожидал То есть Я не успевал Возвращать обратно Даже на мишень Ну последняя Уже более уменьшена Скорость С СП-01 Просто проверяю Чуть-чуть быстрее Чем стандартно Насколько это Контролируемо Контролируемо Вполне Но Получается Реально говоря Под более серьезную Скорость Нужно тренироваться Продолжение следует...